Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать» в студии ведущий Пётр Горухов. И сегодня гость нашей программы, человек всегда желанный в этой студии, благочинный церквей Одинцовского округа Московской епархии, Архимандрит Нестер. Батюшка, здравствуйте! Добрый вечер, дорогие телезрители! Ну и сразу хочу сказать, что сегодня недолго я мучился с выбором темы, сейчас идёт Великий пост, и, естественно, об этом на нашем телеканале часто в последнее время передачи бывают, и сегодняшняя передача духовно не стала исключением. Мы ещё раз расспросим батюшку о том, что же такое пост, как правильно поститься, и что надо для того, чтобы провести вот эти седмицы с пользой и для души, и, возможно, для тела. Ну что ж, всё-таки уже не раз мы говорили о том, что пост и диета – это не одно и то же. Как бы кому-то, может быть, не хотелось приятное с полезным сочетать, да, всё-таки это совершенно разные вещи. И, может быть, вообще о постном столе надо говорить в последнюю очередь, если речь идёт о питании во время поста. Ну и, тем не менее, пост – это очень серьёзный такой период в жизни каждого человека, каждого человека, который решил какое-то отношение к этому замечательному событию иметь. Всё-таки давайте вот в нескольких словах, как же человеку попытаться, современному человеку в этом мире, стремительно меняющемся, уйти от суетности, уйти от греховности, хотя бы на вот эти вот короткие недели? Вы очень метко и правильно подметили, что, к сожалению, для большинства наших людей, когда речь заходит о посте, первым делом спрашивают, а можно ли есть то, а можно ли есть это. Действительно, пост – это не диета. Отказ от той или иной пищи – это есть, можно условно сказать, техническое средство, которое помогает настроиться должным образом на проведение поста. Почему? Объясню очень просто. Когда человек наелся, сразу нападает сонливость, тяжесть, мысли с трудом рождаются. Сытое брюхо не только к учению глухо, но и к молитве, и ко всем остальным вещам, требующим умственных каких-то усилий, душевных каких-то движений. Да, да, да. И вот в связи с этим мне вот сейчас вспомнилось интервью Маргарет Тэтчер. Не удивляйтесь, что, говоря опаснее, вдруг привожу это. Она сказала, перед всеми серьезными переговорами я выпиваю только стакан апельсинового сока. И все. Только тогда я могу с ясным умом беседовать с коллегами или оппонентами. И здесь то же самое. Нет несчастнее людей, которые считают, что они православные, а для которых пост заключается только в диете. Вот когда мы встречались в последний раз, я в преддверии Великого Поста я обратился с призывом почитать пророка Исаия. Или как еще в церкви его называют, ветхозаветный евангелист. Который очень ясно в таких выражениях сказал, что такое настоящий пост. Вот я хотел принес специальную Библию, чтобы прочитать этот отрывок. Итак, 58 глава книги пророка Исаия. «Почему мы постимся, а ты не видишь? Мы смиряем души свои, а ты не знаешь?» Ответ. «Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри и для того, чтобы дерзкую руку убить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, Когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубящий пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма, Угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ермо. Разделись голодным хлеб твой, И скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагово, одень его, И от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой. И исцеление твое скоро возрастет. И правда твоя пойдет перед тобою. И слава Господне будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопеешь, и Он скажет, вот я. Ни слова еди. Ни слова еди. Но одновременно я хочу сказать и подчеркнуть, Что вот с чего я начал. Отказ от определенной пищи Помогает человеку духовно настроиться. Задуматься над тем, кто я. Как я живу. Что я делаю. Правдив ли я в словах своих. По-моему, у него прозвучала и мысль о том, Что собственные посты, соблюдение неких правил, Это не повод для гордыни. Естественно. И для осуждения тех, кто не постит. Естественно. Смири. Вы свою. То есть вы это шея. Склони ее. Когда человек, говорит, постится, но ругается, Нет пользы от этого. В Евангелии аналогичные призывы. Если ты принес дар твой к алтарю и вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, Оставь дар твой, поди прежде, примирись с братом твоим. И только после этого принеси дар твой к алтарю. Не случайно Великий пост начинается с того, Что верующий друг у друга просит прощения. И очень важно, чтобы это не было формализовано. Прости меня, ответ Бог простит. Когда формализуется, когда нету сердца, не прикладывается, А приложить сердце и по-настоящему простить своего ближнего, это сложно. Ближнего, может быть, и не сложно. А того, кого, например, считал врагом. А, да. А разве враг? Ближний, это и враг твой, честно говоря, соседи. Самые злые враги, наверное, бывают именно из соседей. Вот. Вот по-настоящему. А лукавый-то ведь не дает. Говорит, ну ты-то хороший. Внутри себя, вот, вмещает, ты-то хороший. Ты же знаешь, что ты хороший. Зачем же идти у плохого просить прощения, да? А вот переломить себя, и вот если у человека удастся переломить себя, вы знаете, какая радость на сердце. Ну вот в тех строках, которые вы прочли, привели, еще некий перечень, да, каких-то вещей, которые необходимо, может быть, сделать, да, на которые нужно обратить внимание. Что вообще во время поста, кроме того, чтобы попросить прощения у ближнего, обязательно нужно сделать? Мы сейчас гастрономию не берем в расчет. Значит, перед Великим постом читается Евангелие о страшном суде. А Евангелие и молитва это... Сейчас, сейчас, читается Евангелие за литургией о страшном суде. И удивительно, что Господь в притче говорит, что вот придет он и разделит на овец и козлов. Одним скажет, идите в Царствие Небесное, потому что, когда я был нак, вы одели меня, когда я жаждал, вы напоили меня, когда я был без дома, вы приютили меня и так далее. Они ответят, а когда же мы тебе это сделали-то, Господи? На что Господь отвечает, если вы сделали это ближнему, то вы сделали мне. И аналогично другим говорит, идите в тьму кромешно, поскольку я был нак, вы не одели меня, не накормили меня. А когда же мы тебя, а вот не сделали ближнему и не сделали мне. Но здесь очень важно также понимать весь. Это одна... Мы сейчас говорили только об одной стороне поста. Есть еще одна сторона поста. Это молитва. Особая молитва. Дело в том, что... Что такое молитва? Молитва – это беседа человека с Богом. А любая беседа предполагает диалог. Вопрос-ответ. Вопрос-ответ. Пожелание? Да. Какой-то отклик? Вот. И вот особенности молитвы Великого Поста. Вот мы всегда приводим аналогию, что любой человек и Бог – это отношение ребенка с отцом. Так? И особенности молитвы Великого Поста таковая, что когда человек осознает, что он натворил, но неправильно, так? Ну, скажите, какая беседа у ребенка, когда он любит своего отца, и он пришел и говорит, ну, папа, ну, прости меня. Вот она особенность. Эта беседа вырывается у человека из сердца. Он все осознает и говорит, ну, помоги мне. То есть, в пост расстояние между отцом и сыном, человеком и Богом сокращается. Вот если у человека есть это чувство раскаяния. Я понимаю, папа, я там натворил. Ну, ты же видишь, что я хочу быть лучше. Помоги мне. Вот особенность Великопостной молитвы. И вот у апостолов, у апостола Иакова и апостола Павла есть вот очень интересная вещь. Они сравнивают о том, что они говорят, что вера без дел мертва, говорит апостол Иаков. То есть, это то, о чем мы говорили в первой части нашего разговора, так? Но одновременно нельзя сказать, что вот я делаю добрые дела, и с меня хватит. Молитва не нужна, церковь можно и не ходить. Да, только хотел спросить, а что лучше, молиться без добрых дел или делать добрые дела без молитвы? А нельзя противопоставлять. Поскольку вера без дел мертва, но и без веры невозможно быть, угодить Богу, говорит апостол Павел. Что делами закона только оправдиться нельзя. Нельзя противопоставлять эти два понятия. Они должны быть гармонично соединены вместе. Вот тогда получается та полнота, в которой призван человек. Вот мы говорим, что мы православные. По-гречески, откуда к нам пришла вера, это называется ортодоксия. Ну, ортодоксы, наверное, слышите. Ну, это карка такая греческого. Но в греческом языке, помимо слова ортодоксия, православия, есть еще слово ортопроксия, праводелание, которые не разделяются. И вот нам это важно во время поста очень ясно осознать. И Господь, Церковь призывают нас, с одной стороны, прекратить и творить беззаконие. Но для того, чтобы правильно понимать, что такое беззаконие, надо быть в единстве с Богом, в молитве, чтобы Господь дал сил побороть себя. И чтобы знать, что такое хорошо, а что такое плохо. Ну что ж, я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. И если у вас есть какие-то вопросы к нашему сегодняшнему гостю, к благочинному церкви Одинцовского округа Московской епархии Архимандриту Нестору, вы можете набрать наш студийный телефон 508-86-84 и пообщаться с батюшкой напрямую. Ну что ж, а мы продолжаем нашу беседу, тема которой это Великий пост. Ну и я уже понял, что есть вещи, которые необходимо делать во время поста, есть вещи, которые во время поста желательно избегать и избегать более решительно, чем в обычной жизни, да. Скажем так, осуждение, злость, еще какие-то, то есть все отрицательные проявления человеческой натуры. Но тем не менее, вот у нас жизнь такая, да, человек постоянно на бегу. Человек на бегу ест, человек на бегу думает, человек на бегу работает, все делает между делом, да. Вот когда ему обратиться к этому раздумью, когда ему заглянуть вглубь себя и, скажем так, как вообще вот этот период, как в этот период выстроить свою жизнь для того, чтобы найти в ней время для каких-то духовных вещей, да. Подумать, хотя бы подумать о том, что такое хорошо и что такое плохо. Но у нас есть телефонный звонок, давайте на него ответим, а потом вы ответите на мой вопрос. Сначала наш телезритель. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос батюшке, вы в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Отец Местор, как вы считаете, с какого возраста ребенку нужно соблюдать хоз? Спасибо, Ирина, за вопрос. Давайте сразу немножко уточним. Опять о еде, да, идет вопрос. Вопрос о еде, вот. Или... Я думаю, что здесь в первую очередь вопрос о питании, потому что для юного организма это очень важный вопрос. Вы знаете что, я вам отвечу, это стандартный вопрос, и я дам, простите, но дам стандартный ответ. Ко мне регулярно подходят беременные женщины, больные люди, спрашивают, как нам поститься. В смысле, что не есть. Можно ли есть то, можно ли есть это. Я всегда отвечаю, поститесь так, как советует вам ваш врач. Ну и действительно, я думаю, что это ответ на вопрос. Чтобы еще... Конечно, ведь отказ от определенной пищи, это, в принципе, также метод воспитания. Ограничение. Ограничение. И ребенок по возможности сам должен испытывать свою волю. Ведь не обязательно отказываться, например, ребенку там от мяса. Для него, может быть, даже важнее духовно отказаться от сладкого. От выпечки там, от конфет каких-то. В каждом конкретном случае лучше советоваться с духовником. Конечно, потихонечку силу воли у ребенка надо воспитывать. Но одновременно надо говорить, что не только откажись там от мяса или от конфет. Но и не надо неправду говорить. Обижать там, драться не надо. Хотя бы в этот период. Глядишь, такие навыки полезные закрепятся. Но я вообще хочу сказать, что пост и вообще постное меню, скажем так, оно вообще такая странная вещь. И на ней даже и поправляются. Потому что я, например, знаю пример батюшек, которые являются стопроцентными постниками. Но при этом также являются и владельцами авторитетного достаточно брюшка. И при этом от мяса, скажем, от всего скоронного они отказались много лет назад. То есть это не способ похудеть. Это уж точно перейти на постное меню. Ну и теперь все-таки к моему вопросу, батюшка. Вот этот период, да, сложный. Чего необходимо в первую очередь избегать? И как найти время для вот этих вот, для того, чтобы, для духовной жизни, скажем так. Вот так. Между прочим, вот, чтобы ответить, давайте вернемся к заповедям Божьим. Кажется, я уже касался этого вопроса. Вот заповеди, в десяти заповедях есть одна из заповедей. «Шесть дней делай, и завершившие все дела твои, день седьмой Господу Богу твоему». Ну, это то самое воскресенье наше, да? Это когда... И вот, да, и вот вопрос. Кому нужно, чтобы человек хотя бы один день посвящил Богу? Богу? Знаете, если так вот стать на бытовой уровень, вот, утрировать все, можно сказать, знаете, Бог-то без нас обойдется. А вот обойдемся ли мы без него? И почему это надо? А потому что... Надо вырываться из этой обыденности, которая вот механическая, все вот одно и то же. Утром встал, работа. Вечером пришел домой, что-то там приготовить надо. Проверить ли уроки. И каждый, каждый день. Праздники для того и нужны, чтобы человек отошел, ну, не то что от физиологической, вот от обыденности. Встряхнулся. Говорят, ой, времени нету. Нет. Когда человек посвящает, вот, в храм прийти. Ведь, когда человек приходит в храм, ведь это, вот мы говорили, молитва, так? Ведь молитва общения с Богом. Молитва – это получение поддержки от Бога. Почему, вот, верующие после храма приходят, да, ну, не так уж много-то времени. Но силы есть, появляются. Люди, бывает, в воскресенье лежат, изможденные. Да потому что все превращается в серость. То есть у человека просто осуществляется физиологическая жизнь. А церковь призывает все-таки встряхнуться и понимать, что человек – это не только физиологическое. Не перегореть духовно, душевно, да, чтобы... Да вы знаете, когда человек живет просто, вот, без понимания, что вот есть что-то такое, что его подымает, что есть духовная жизнь, и ради чего он живет, это все становится серостью. И таких людей бывает зачастую просто жалко. И вот время поста – это как раз время для того, чтобы встряхнуться, понять... Изменить не только питание, да? Да, но и жизнь свою. Попытаться хотя бы немножко повернуть под другим ракурсом, под другим углом. Батюшка, у нас есть еще один телефонный звонок, давайте ответим нашему телезрителю. Здравствуйте. Представьтесь и задавайте ваш вопрос благочинному. Алло. Да, мы вас слышим. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Александр, я житель Одинцова и работник железнодорожного транспорта. По своей профессии я знаком с проблемой зацеперов и детского травматизма, который, к сожалению, растет в Московской области. Можно ли с вами каким-то образом посотрудничать в плане профилактики детского железнодорожного этого травматизма, к сожалению, дети гибнут. И мы сотрудничаем с Министерством образования Московской области и как-то хотели бы наладить с вами контакты. В принципе, в этом году, в марте месяце, например, мы проводим конкурс детского рисунка, направленного именно по этой тематике. и готовы будем итоги подводить. Знаю, что у вас есть воскресные школы, там же тоже детки ходят и хотелось бы с ними поработать. С кем связаться и в дальнейшем этот вопрос проработать. Вы знаете, что я вам советую позвонить, встретиться естественно надо не просто так на словах, а непосредственно вы можете позвонить секретарю моему, который организует встречу. Я могу, конечно, продиктовать телефон 596-8565. Вот. Ну, зайдите на сайте, на сайте введенцу. На сайте он есть, да, этот номер? Конечно, это есть. Сегодня только вопрос поднимался буквально лидером нашего государства, вопрос с детскими суицидами, с пропагандой. Я думаю, что зацеперы это тоже где-то из одного разряда проблемы, с которыми надо бороться. У нас есть еще один звонок, давайте ответим. Здравствуйте, представьте, задавайте ваш вопрос благочинному. Здравствуйте, меня зовут Филипп, у меня вопрос к отцу Нестору. Отец Нестор, мне вот очень интересно ваше мнение от сети того, что существует народная традиция в Пасху отправляться на могилу родственников. И вот вопрос, что делать, если на световой седмице годовщина кончины близкого человека, возможно посещать его могилу? Да, Пасхи еще далековато, еще у нас будет предпасхальная передач, но тем не менее. Дело в том, нет ни запрета на Пасху посещать кладбище, непоощрение. Непоощрение. И здесь может быть просто чисто, даже практическая причина. Выделено специально день пасхального поминовения усопших, это Радонец, это вторник, второй недели после Пасхи. А почему тоже не поощряется, я скажу, причина тоже простая. Ведь в традиции всегда испокон веков, когда человек приходит на кладбище, он приходит на кладбище со священником, чтобы тот отслужил панихиду. А служить панихиду на светлой седмице? Нет, а вы представьте себе, Пасха, священник настолько перегружен. То есть, здесь даже можно сказать, житейский вопрос. Молитва, здесь не ставится вопрос, что на Пасху нельзя молиться об усопших. Конечно, можно. Но вот, если вы сами хотите прийти частным образом, ну, идите, так? Но, не забудьте, что есть также и церковный день поминовения, когда служатся специальные заупокойные службы. Это Радоница, вторник, второй недели после Пасхи. Я думаю, что апрельскую нашу передачу возможно, если Бог даст, мы посвятим именно вопросам приближающейся Пасхи. Ну, а сегодня все-таки продолжим наше общение и разговор, собственно, о Посте. Вот, ну, следующий мой вопрос, он также связан и с Пасхой. Да, ведь каждая неделя Поста, это можно считать своеобразным этапом подготовки к Пасхе. Или это просто, скажем так, череда дней с одинаковыми совершенно правилами, условиями и так далее. Нет. Что-то их отличает эти недели предпасхальные? Отличает, конечно. Во-первых, надо всегда, вот, ясно понимать, сам Великий Пост это 40 дней. Первое, вот сейчас мы живем, вторая неделя Поста. Первое воскресенье это было торжество православия, когда церковь празднует победу над ересями, которые обуревали и обуревают церковь. Второе воскресенье ближайшее будет это память святителя Григория Паламы, который прославился своим учением о том, что вот фаворский свет выясню, на праздник преображения мы празднуем, чтобы Христос поднялся на гору фавор и преобразился и ученики увидели от него исходит свет. Это не вещественный, это божественный свет, который в принципе пронизывает сейчас Вселенную и наша задача стяжать этот свет, приобщиться к нему, стать сопричастными божественному свету. Как? Естественно, свет и тьма несовместимы. Прекратите делать дела беззакония. Идите к Богу, к своему отцу. Если коротко говорить. И вот дальнейшая как раз неделя это вот показывает. Третье воскресенье Великого Поста это крестопоклонное, когда мы вспоминаем крест Христов и поклоняемся Ему как символу нашего спасения. Четвертое воскресенье Великого Поста посвящается Иоанну Лественничку. Это очень известный святой, который говорил, показывал, как на практике верующим Лестница подняться по этой по-русски сейчас современной это лестница. Как подняться по лестнице ступенькой за ступенькой к Богу, к свету от тьмы раскрывает законы духовной жизни о том, что на этой лестнице нельзя просто остановиться. вот ты или идешь вверх или идешь вниз. И тот, кто убаюкивает себя, что я неплохой вообще-то, так, как говорят, есть такое выражение, я не грешу, я только согрешаю. Вот. Тот идет вниз. И пятое воскресенье Великого Поста это воскресенье Марии Египетской. Это вот на примере церковь показывает, как с глубочайшего дна можно подняться, чтобы стать светочем. Спасение возможно для всех. Да. Батюшка, у нас есть еще один телефонный звонок, давайте ответим и потом продолжим. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте нашему гостю ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я вот хотел спросить отец Нестор, любите ли вы готовить и скажите, пожалуйста, какое ваше любимое постное блюдо? Спасибо. Спасибо, спасибо, Дмитрий. Готовить очень люблю, даже можно сказать это мое хобби. Мое любимое блюдо, понимаете, ну, сразу так вот, ну, скажу, вот то, что я приготовил на первой седнице сам, это грибной бульон, смесь сухих, белых и замороженных белых грибов. Ну, что бульон грибной, это жирный, ну, как бы, это не курица, да, но он жирный, всегда бульон-то получается, грибной. Вот, естественно, с луком, со специями различными, вот, это вот так вот, коротко, что еще, ну, сразу, ну, хотя бы еще одно блюдо, такое, скажем, это было первое, а на второе что? Что вы, что вы приготовили бы на второе, если бы вам выбор сейчас дать? Жареный лук. То есть просто? Как основное блюдо? Как горячее. Жареный лук, когда его много, когда вы добавляете туда разные специи, он очень вкусный, и соусом с каким-нибудь подходящим. Ну, это как раз общаясь к разговору о том, что постное меню, это совсем, это совсем не значит пустой желудок, да? Да, совершенно верно. Ну, что ж, вернемся к Марии Египетской. Да, вот мы закончили. И последнее воскресенье Великого Поста, это уже праздник Входа Господня в Иерусалим. Но это событие связано непосредственно с Пасхой. И потом начинается Страстная Седмица, это отдельный пост, пост Страстной Седмицы. Она вообще требует какой-то особой подготовки, Страстная Седмица? Ну, вообще предполагается, что вот предыдущие недели... То есть захождение, когда подготовка. Да, вот. И особое время, это Страстная Седмица. Почему особо? И как вот, сейчас спрашивают, как себя вести. Ну вот, я люблю приводить аналогии из семейной жизни. все знают, что чем заканчивается Страстная Седмица, это Страстной Пятницей, мучительной смертью на кресте Христа. это Страстная Седмица. И вот давайте, вот я представлю, вот вам скажу. Время особого поведения, да. Вот представьте, что кто-то из ваших близких очень тяжело болен и очень тяжело страдает. И вот осталось совсем немного. Как вы себя поведете? Ну, я предполагаю, что все силы вы бросите, чтобы быть рядом с этим любимым человеком, чем-то помочь, супереживать. Облегчить состояние. Вот. Если мы говорим, что мы любим и нету лжи в наших словах, то так же мы будем и в эти последние дни перед Пасхой стараться быть с Богом. Если мы любим Христа, который пришел и ради нас взошел на крест, то наше чувство благодарности просто говорит о том, что мы должны быть с Ним. Батюшка, у нас остается буквально минутка времени и я предлагаю вам в укрепление духа и хороших намерений верующих обратиться к ним с таким неким пастерским посланием и помочь им в этот непростой период. Вы знаете, Великий пост это удивительное время. Время, которое бежит очень быстро. Ни одно другое время, года календаря не так движется стремительно. Поэтому вот сейчас чуть в сторону буквально отойду. Помимо вот молитвы, мы говорили, посещения храма, причастия, есть очень важная и хорошая традиция в церкви чтения священного писания. Есть такая традиция, что за Великий пост желательно прочесть всю Библию. Но если у кого-то не получается, но хотя бы Новый Завет, для того, чтобы знать волю Божию, надо знать то, о чем есть его откровение. Попробуйте, почитайте священное писание. оно на многое открывает глаза. Начинаешь понимать волю его. И, естественно, когда понимаешь волю отца, его лучше слушаешь. И призыв к вам не откладывайте. Время бежит так, оглянуться не успеете. Читайте священное описание, идите в храмы, творите добрые дела. Как сказал Спаситель, пусть люди видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего Небесного, который есть на небесах. Спасибо. Батюшка, благодарю за сегодняшний эфир. Спасибо огромное за то, что пришли к нам в студию, ответили на вопросы. И я думаю, что действительно об этом нашим телезрителям стоило узнать. Спасибо. Еще раз я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней передачи был благочинный церквей Одинцовского округа Московской епархии Архимандрит Нестор. На этом с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok